Что такое продовольственная безопасность? На чем держится экономика? И кто в ответе за будущее страны? Команда телеканала Бабруиск-360 найдет ответы на все волнующие вопросы. Это Бабруиск Лайв. Я Мария Вересневич, и мы начинаем. Эта война забрала у ребят молодость, боевых товарищей и заставила многое пережить, да? А чему она научила? Ценить жизнь. Какой отпечаток в вашей памяти оставила эта война? Вспоминается иногда с болью, иногда со слезами. Конечно, переживала и плакала, письма писала. Какие цели и задачи, кроме поддержки воинов-интернационалистов и их семей, ставит перед собой Бабруисская организация? Валерий Иванович Лебеденко, молодец, умница. Он столько сделал, что он сделал. Мы все-все сейчас полторяем его в те же направления. Помогаем друг другу. Сергей Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. 15 февраля исполнится 35 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Буквально с первых дней Союз ветеранов стал надежной опорой государства в построении суверенной независимой Беларуси. Какой отпечаток в вашей памяти оставила эта война? Война – это всегда плохо. Это не есть хорошо. Память. Потеря друзей, потеря боевых товарищей. Знаете, не буду о грустном. Вспоминается сейчас на протяжении… Сколько уже лет прошло? 35, а я тем более в 83-м году вышел из Афганистана. Столько лет вспоминается только доброе, хорошее. Вспоминаются хорошие друзья. Иногда, даже знаете, иногда хочется туда попасть, но дело в том, что уже туда не попадешь. А так бы проехать там, где были мы… Это не только мое мнение. Это многие ребята, вот общаемся, опять же, вот будем на 15 февраля встречаться. Все ребята говорят, да, там было проще, было легче. В каком отношении? Друг рядом, поддержка. Здесь очень часто не хватает нам той поддержки друзей, ребят, которые там с нами были. Кто прошел Афганистан, след остается, и он незабываемый. Дело в том, что те два года кто-то больше, кто-то меньше был. Эти два года, они все равно наложили свой отпечаток. И оно вспоминается иногда с болью, иногда со слезами. У нас на сегодняшний день осталось 759 человек. Было когда-то по 1200. За эти три года ушло 73 человека. Батальон хороший. За три года, представьте. Память об Афганистане останется. Почему останется память об Афганистане? Потому что есть дети, есть внуки, есть родственники. Ну и, конечно, и мы что-то делаем. На сегодняшний день у нас один альбом уже готов. Жизнь нашей организации. Вторую начали делать. Мы этот альбом передадим в Краевский музей. Стенд выставят и будут вспоминать об Афганистане. Он незабываемый. И я думаю, что память должна быть не только у афганцев, а все. Потому что у афганской войны, она коснулась практически всех. Тогда еще нельзя было говорить, что там воюем. Мама смотрела каждую субботу передачу «Служу Советскому Союзу». Все надеялась там увидеть. И каждый родственник, точно так же. Те, кто были там, ребята, их родители, родные, близкие, все равно смотрели, надеялись. Первоначально я даже был комсомольцем батальонным. Мы даже в Кабуле помогали благоустраивать дом пионеров. И тогда Фарид Маздак, это центральный комитет демократической организации молодежи, даже вручил грамоту. Но она вся не по-русски, на арабском только одна фамилия. Но мы там принимали, да. А потом уже, это был 1982 год, а в 1983 уже выходили на боевые операции. А в какой момент пришло сознание того, что выполнение интернационального долга стало войной? С Белорусского военного округа было 45 политработников. Отправляли в декабре 1981. Даже здесь, на встрече с членами Совета округа, потом в Кабуле с членами Совета округа, там сразу сказали, ребят, первая наша задача – это защита южных рубежей Родины. Первоначально, когда входили войска, афганские жители встречали колонны с цветами. Русские войска помогали там с басмачанами бороться. Но когда вот пришли мы, одна из проблем была в том, что, знаете, когда стали диканинам, крестьянам раздавать землю, а у них этого нельзя было делать, по Корану нужно было выкупать. И вот многие посмотрели на это все, и многие не стали поддерживать правительство афганское. Ведь он сегодня днем пашет, сеет, а ночью он с автоматом. Когда пошли боевые потери, тогда уже поняли, что здесь мы не только сажаем деревья и помогаем дом пионеров, благоустраивать все остальное. Эта война забрала у ребят молодость, боевых товарищей и заставила многое пережить, да? А чему она научила? У нас был один солдат по имени Солдаткин. Вот когда с ним разговариваешь, он говорит, я ничего не умел. Я даже иголку не держал в руках, потому что, ну, был маминкин сынок. Говорит, чтоб я пилой работал, не работал. Это вот одно. Армия, как говорят, не хочешь заставим, не умеешь, научим. Вот, ну и научила она еще, знаете, чему? Ценить жизнь. Вот это товарищество. Ведь только в бою, надеясь, и на плечо друга. Он всегда поможет. Он будет рядом. Поделится с тобой глотком воды. Все это. Вот эта вот переоценка своей жизни. А там, да, у каждого произошла переоценка жизни. В том плане, что это не просто танцы и веселение, как на гражданке, ну, в Союзе. А там надо было выполнять боевые задачи. Надо было наряды с автоматами и дневальный с автоматом. И даже у нас модули, дневальный по модулю, где офицеры-прапорщики жили, тоже дневальный с автоматом. И у нас автоматы были. Если по секрету, у меня две лимонки, ну, вот РГД, гранаты, были в шкафу в шинели. И цинк, цинк, целый цинк. Патрон под кроватью стоял. А здесь, в Союзе, когда я служил, вот, мы, у нас один караульный потерял часовой. Пришли на городок, перезаряжать оружие, он потерял патрон. Снег сеяли, зимой было, снег просели, но нашли этот патрон. А там это все, вот, пожалуйста. Узнали, что такое сигаретку на двоих покурить. Вот, когда очень хочется курить, а сигарет практически нету. Да, сейчас можно сказать, что она война многому плохому научила. Нет, она не научила плохому. Ребята, просто где-то у кого-то был перелом в жизни, надлом. Много таких, которые вот по ночам кричат, плачут. Даже если вот у нас, Иван Викторович, он после Афганистана был белой каской. В Чехии еще принимал участие. Сейчас его с Тамарой Тимофеевной разговаривали. Она говорит, Сережа, вроде бы ничего, а иногда он может засидеться. Говорит, так я слышу, он там до двух, до трех, до пяти часов ночи разговаривает с собой. Все кричит, как его из БТР. Он на БМП был, командир БМП, из БМП боевой машины десанта достают. Понимаете, надлом. Кто-то выдержал, кто-то не выдержал. Есть песня хорошая про Афганистан, афганская статистика. Вот там практически все так, как оно и есть. Кто-то выдержал, кто-то не выдержал, кто-то развелся, кто-то сохранил семью. Кто-то не имеет ни кола, ни двора, все это. Но это, опять же, от ребят зависит. Афганцам надо помогать. Мы в какой-то мере, мы тоже не всемогущие. Мы живем за счет взносов. Красный Крест нам в Первомайске помог. Мы двоим вручили паек продовольственный, Красный Крест, и тоже одежду. Спасибо нашему руководству города. Очень сильно помогают. Заметьте, что только в Могилевской области мы единственные. Кто сертификаты на продовольствие выдает, это исполком. Мы пишем письмо, чтобы помогли матерям, вдовам. Значит, у них там немножко больше, две минималки. А кто имеет ранения, контузии, значит, и инвалиды, тем полторы. Ну и, опять же, тоже нам город выделяет на мероприятие деньги. Мы вот в том году, и на этот год я уже запланировал. Матерям и вдовам. Вот в прошлом году два раза мы к Дню Матери и к Новому году. Два сертификата в год тоже как-то поддержка. Мы не претендуем на какие-то льготы. Хотя говорят, льготы у афганцев, это не льготы, это социальные гарантии, которые прошли войну. Но сейчас у нас льготы только 300 рублей не оплаты за налогом подоходным. И что, опять же, спасибо Лебединко Валерию Ивановичу, он сделал, добился, чтобы афганцы в городе, это не республика сделала, что ездили на общественном транспорте автобусы, троллейбусы бесплатно, по удостоверениям. Какие цели и задачи, кроме поддержки воинов, интернационалистов и их семей, ставит перед собой Бабрусская организация ветеранов войны в Афганистане? Валерий Иванович Лебединко, молодец, умница, он столько сделал. Именно что он наметил, что он сделал, мы все-все сейчас повторяем его в те же направления. Поставил программу минимум. Это сделать в Бабруйске, чтобы были 15 дней, которые дают к отпуску или в любое время. Но они неоплачиваемые. У нас три предприятия, которые в колдоговорах записаны, что оплачиваемые. Танки, пехота, пылище, жара. На операцию вышла броня. Колонна ниткою стала, единым целым из людей и металла. В мае 2020-го эти строки Вячеслав Шитковец посвятил всем живым и павшим, кто с честью и достоинством выполнял свой воинский долг в Афганистане. С той войны он привез не только воспоминания, но и награды. О своей службе рассказывать не любит. Трудно вспоминать. Как и многие афганцы, немногословен. Прозвали меня в 79-м году. И в 83-м году служба, как обычно бывает в армии. У вас предписание туда. В тот округ, в туркестанский, в сибирский или какой. Ну, у меня в Афганистан. Вячеслав Шитковец родился через 10 лет после победы. 9 мая 1955-го. В деревне Новый Двор Пинского района Брестской области. После школы в 72-м поступил на физфак. Работал в одном из институтов Академии наук. Но жизнь уготовила ему иной путь. Должна была следовать колонна с грузом, как у нас сейчас говорят, гуманитарным грузом, которая обстреливалась и под контролем Душванова находилась. И пулеметная гнезда «Душманская» находилась прямо возле этой дороги. Ну, его никак не обойдешь, не объедешь. Все равно попадали под обстрел. И нужно было что-то с этим пулеметным гнездом делать. Как-то его обезвреживать и остановить его, так сказать, обстрелы от того участка дороги. Крупнокалиберный пулемет бил длинными чередями. Подобраться к «Душману» незаметно можно было только с южного крутого склона. Решение рискованное, но единственно верное в такой критической ситуации. Его подвиг был отмечен орденом Красной Звезды. По званию рации связались с артиллеристами. Артиллеристы поставили дымовую завесу, то есть все это прикрыли, спрятали. И под покровом этой завесы дымовой зашли в тыл. Ну, я еще, командир определил меня опять человек, своих таких надежных солдат, сержантцы и солдаты. И мы с обратной стороны зашли, он просто не ожидал, что мы окажемся у него за спиной. Ну, и все было очень быстро закончено. Гнездо пулеметное замолчало навсегда. К счастью, друзей на войне не потерял, все остались живы. И даже там Вячеслав Щитковец строил планы на жизнь и писал весточки домой. А тут его ждала жена и маленький сын. Конечно, переживала и плакала. Письма писала. Молила Бога, чтобы вернулся живой, здоровый. После Афганистана Вячеслав Щитковец служил в различных подразделениях Белорусского военного округа. На пенсию вышел в звании подполковника. Сегодня он инженер-конструктор Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов. С супругой Людмилой вместе уже 46 лет. Вырастили двоих сыновей старше, как и отец инженер-младший нашел себя в IT-сфере. Но если бы пришлось еще раз прожить жизнь заново, то этот период своей жизни он бы не выбросил. Снова выбрал бы дороги Афганистана. Дорогие шурави, так афганцы называли советских солдат. В этом слове уважение и признание и признательность. Свыше 15 тысяч советских ребят погибли за 9 лет, 1 месяц и 18 дней афганской трагедии. Сергей Новицкий. Его от войны и мира, жизни и смерти отделял лишь один шаг из строя. Сергей Новицкий родом из Кличевского района. После 10-летки освоил специальность электромонтера в Бобруйском училище. Перед тем, как пришла повестка, успел 3 месяца проработать на Белшине. На дворе стояли 80-е. У южных границ большой страны было неспокойно. Парень об этом знал, как знал и то, что и его судьба вполне может забросить в горячую точку. Но страха не было. Надо, значит надо. Пятую бригаду, Марины Горку, специальное назначение. На базе этого сформировался отряд 334-й, то есть со всего союза афганский. И оттуда попали в переподготовку Ташкент. После Ташкента через Термес заходила колонна 17 километров, то есть через весь Афган, и попали в Асадабад, провинция Кунар, город Асадабад. Там и проходил всю службу, то есть больше года прослужил. О своей военной службе ветеран вспоминает неохотно. Но самое страшное воспоминание о мараварской трагедии, кажется, навсегда выжжено в подкорке головного мозга. Наш первый бой, это запомнился на всю жизнь, это мараварская трагедия. То есть ущелье Маравары, у нас там погибла первая рота, то есть 28 убитых, 32 раненых. Это самый тяжелый осадок, вот самая большая потеря. За год с лишним, который Сергею Новицкому пришлось провести в горячей точке, он принял участие в более 40 военных операциях. 334-й отряд, самый результативный, самый эффективный. То есть мы на караванные тропы ходили, в засады, прочёски, чесали кашляки. То есть перекрыли поставку оружия и наркотиков. Он помнит скрипевший на зубах колючий песок и льющийся по лицу едкий пот, выжигающие глаза на чужой земле, раскалённое огромное солнце, прожигающее своими лучами всё живое, запах крови и оружейного масла. Патриотизм был не пустым словом, ребята доказывали его делом. Душа болит, всегда собираемся, когда и слёзы на глазах, бывает и такое, когда и радость, помогаем друг другу. Время неумолимо отдаляет нас от суровых будней афганской войны. Те, кто воевал в Афганистане, уже давно не юноши. Орден Красной Звезды, медаль за отвагу. Сергей Новицкий не только замечательный муж, отец, но и дедушка пятерых внуков. Он стабилен во всём. 38 лет после Афгана предан Белшине. С уверенностью смотрит в будущее и тех, кому его строить. Мы же тоже такие были. Вроде бы молодые, а никакой ветер в голове. Ну, когда становится серьёзная работа, я думаю, всегда люди ответственно к этому относятся. Я думаю, молодёжь наша тоже ничем не хуже. Память – залог того, что ошибки прошлого не повторятся. В День памяти воинов-интернационалистов мы вспоминаем тех, кто ценой собственной жизни до конца остался верен своей стране и воинской присяге. Наша дань уважения в том, чтобы просто помнить. Не забыть ту войну и её героев. Правда ли, что маджахеды уважали советских солдат больше, чем американских? Полевой командир говорил, что это боец. Какое влияние на участие белорусских ребят в афганской войне оказало их воспитание на примере героев Великой Отечественной войны? Подвиги тех солдат Советского Союза в Великой Отечественной войне, которые они совершали. Наши ребята повторяли и грудь закрывали командировок. Как Великую Отечественную войну. Подрывали себя, чтобы не сдаться в плен. Как Великую Отечественную войну. Сформировалась ли у белорусов единая позиция по отношению войны в Афганистане и участию в ней белорусов? Первые, кто столкнулся с мировым терроризмом, это были советские войска. Что, на ваш взгляд, нужно делать для того, чтобы молодежь не исказила уроки истории? Здесь должна быть пропаганда. Извините меня, пропаганда – пропаганда. Правда ли, что маджахеды уважали советских солдат больше, чем американских? Когда первый раз я в Кабуле служил, когда первый раз заехал, поехали мы, заехали в Дукан, у меня глаза разгрались. Такого я еще не видел. Потом прошло время, запросто выезжали мы, и я выезжал без автомата, запросто в Кабул выезжали. Он стоит на посту, с оружием, все, у него здесь огонек горит, такой кувшинчик, чай, мы даже пили с ними чай. Приглашают, попьем чай туда-сюда, всюду. Но когда пришли натовцы, так скажем, американцы, они свои базы обнесли бетонными плитами. Если они выезжали за сигаретами в Дукан, то это шло 2-3 бронемашины, брали и уезжали. У них контактов с афганцами не было. То, что афганцы относились к нам, к шуравей, как они нас называли, более уважительно, можно сказать, даже так, чем к американцам, да, по простой причине. Американцы там воевали в основном беспилотниками, все такое, гибли люди. У нас же только солдат. Да, солдат, я прекрасно понимаю, всегда говорю, что в первую очередь вся нагрузка на войне ложится на простого солдата. Вот им это, да, доставалось. Даже полевые командиры уважали. Были случаи, когда боец наш вел до последнего патрона бой, там потом подрывал или еще что-нибудь. Были случаи, когда душманы его хоронили. Полевой командир говорил, что это боец, воин, его нужно с почестем похоронить. И они хоронили. Не просто бросали, как охоронили. Я думаю, что ни одного американца они не захоронили. Даже если сравнить, как наши и американцы выходили из Афганистана, вы прекрасно помните кадры, когда в Кабульском аэропорту там цеплялись, в общем, толпа американцев была. Но наши-то ушли с развернутыми боевыми знаменами. Да, трудно было. Сейчас говорят, это не объявлена война, и она не нужна была. Нужна была, ребят, потому что первые, кто столкнулся с мировым терроризмом, это были советские войска, шурави в Афганистане. Вот там был международный терроризм, потому что были и негры, и персонал французский. Там все были. Я имею в виду Европу, Штаты, все это. Вот с ними пришлось шуравей воевать. Мы выполняли защиту южных рубежей и споткнулись с мировым терроризмом. Как считаете, какое влияние на участие белорусских ребят в Афганской войне оказало их воспитание на примере героев Великой Этической войны? И можно ли провести параллели их подвигов? Конечно, можно провести параллели. Мы и сейчас, в прошлом году, мы провели соревнования по стрельбе с воздушных винтовок. Значит, было 14 школ. Первое было соревнование памяти Смолячкова, героя Советского Союза, снайпера в Могилевской области. А второе уже было памяти Мельникова Андрея, который погиб в Могилевской области, который погиб в Афганистане. Это, чтобы не забывали ни ту, ни ту войну. Все-таки школьники, согласитесь, с 14 школ были команды. Если бы в прошлом году было всего 5 школ, то в прошлом году уже 14. Я думаю, что в этом году будет уже немножко больше. Все прекрасно знают, что те подвиги, которые совершали наши белорусы на афганской земле и грудь закрывали командировок, как в Великую Отечественную войну. Подрывали себя, чтобы не сдаться в плен, как в Великую Отечественную войну. Все-таки то воспитание, понимаете, Советского Союза, я хочу сказать, да, здесь немножко мы, может быть, даже упустили. Я думаю, что подвиги тех солдат Советского Союза в Великую Отечественную войну, которые они совершали, наши ребята повторяли. И не только потому, что вот им... У нас это в крови, у славян. Понимаете? Пожертвовать собой ради друга. Если американцы там где-то что-то зажали, ну, идет бой, да, он спасать и наши души там, все такое. Если ранили, все, он уезжает. Наши бойцы говорили, подождите, я еще вернусь, я вам такое покажу. Извините, мы впитали это с молоком матери. Мне было 24, ребятам 20. Это небольшая разница, понимаете? И они помнят, что своих ветеранов Великой Отечественной войны, сейчас их осталось очень мало. А тогда мы живы их примерами. Я прекрасно вспоминаю, когда идет ветеран на 9 мая, смотришь на его награды и гордишься тем, что это твой родственник или еще сосед там вот в таком плане. У меня сосед освобождал город Бобруйск. Я когда приезжал, он уже умер, дядя Гриша. Я когда с ним встречался, он говорит, Сережка, ну как там твой Бобруйск? Я сам с Кубани. И мне, он когда начинает рассказывать про защиту Бобруйска, я вспоминаю, какая улица, где, что, как. И потом говорю, вот, а сейчас там отстроили, там сейчас то-то, то-то. Ну, вот, хотелось бы съездить. Я говорю, ну, дядя Гриша, уже не судьба. Как ему не судьба была, сюда, хотя все-таки это союз был. Так и нам сейчас в Афганистан не судьба уже вернуться. Рожденные в независимой Беларуси немножко смотрят иначе на события советского прошлого. Что, на ваш взгляд, нужно делать для того, чтобы молодежь не исказила уроки истории? На сегодняшний день, я хочу вам сказать, мы и в нашей организации иногда приходится так спорить с некоторыми нашими афганцами. Они считают, что сейчас лучше, чем при Союзе было. Да, я не спорю с ними, я просто привожу пример. Да, тогда не было такого изобилия. Но нам еще, белорусам, обижаться нечего, потому что у нас нет пальмового масла и всего остального пальмового молока. Все это. Здесь спасибо государству. У нас качество все-таки, почему и ценят наши белорусские продукты, продукты, все это. Здесь должна быть пропаганда. Извините меня, пропаганда и пропаганда. Ведь на сегодняшний день, почему у нас так получается? В России вообще, я не понимаю телевидение и все остальное. Много насилия. По телевизору идет и все такое. Ведь сейчас, да, этого нельзя сделать, потому что сейчас каждый имеет и тарелки, у каждого по 100 каналов. И там каких только каналов нет. Я не говорю, что нужно от Запада оговориться железным занавесом. Но цензура должна быть. Цензура. Вот у меня вот эта, будет цензура, будет, мне кажется, и порядок в умах молодежи. В воспитании не только государство должно этим заниматься, но и дома родители в первую очередь. Если папа где-то что-то говорит, все нормально, все где-то на людях, как у нас говорят. А когда пришел домой и начал хаять, что это ребенок будет думать? Он же будет слушать папу. А папу переубедить? Извините, ведь те 90-е годы, они такой пробел в умах молодого поколения сделали, что... Вот простой пример. Октябренок, пионер, комсомолец. Были заняты. Пионерские дома. Все это. Сейчас немножко возвращается. У нас еще более-менее это все в Белоруссии. Но умы-то были освобождены. Практически в каждом белорусском городе есть памятник погибшему в Афганистане. И уже 15-го числа Бобруйск тоже встретится, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся с той войны. Как в этом году будет проходить День памяти Бобруйске? Будет у нас 15-го митинг, будет присутствовать руководство города, будет вручение наград на митинги. 25 февраля будет возложение на площади Победы. Спасибо городу, руководству города, что они все-таки на нас обращают внимание. Сетификаты на продовольствие, потом награждение. О награждении идет грамотами, там еще идут и немножко материальное поощрение идет. Белогоров Владимир Валентинович, ему большое спасибо за отношение нашей СМП больницы, глава врач. Сколько не обращался, всегда решаются вопросы. Ветеранскую палату, пожалуйста, всегда идут навстречу, все, и помогают, и все это вот, за это вот большое спасибо ему. Что в преддверии такой важной даты пожелаем вашим боевым товарищам? В преддверии 35-летия вывода, этот день, я бы сказал, грусти, скорби и героизма. Прежде всего, здоровья, здоровья, здоровья. И чтоб, ребята, тылы были надежные. Чтоб семье ценили, любили, уважали. Счастья и благополучия.